Уважаемые десанты, хочу поделиться с вами очень приятной новостью. Городская инфекционная больница, одной из первых в стране, объявила конкурс на приобретение экспресс-тестов. Эта работа была начата более чем полтора месяца назад. Сегодня мы с вами делимся этой радостной новостью, что экспресс-тесты, закупленные в Англии, пришли в Одессу. 10 тысяч тестов, которые поступили в нашу инфекционную больницу. Эти экспресс-тесты, на наш взгляд, наиболее качественные. Я рад, что Одесса смогла добиться этого. Это было сложно сделать. По самим тестам, как они будут использоваться, что они из себя представляют и как это будет все происходить, я попрошу Лену Александровну, которая занималась этим вопросом и сегодня уставшая, но радостная, доставила наконец-то эти тесты в наш город, чтобы она рассказала о том, чем они отличаются, как это будет происходить. Пожалуйста, Ирина Александровна. Добрый день. Конечно, это очень серьезная помощь нашим врачам. Экспресс-тесты 10 тысяч. Чем отличаются эти экспресс-тесты в положительном аспекте? Их можно производить из капиллярной крови и из венозной. Конечно, в период вот такой эпидемии, в период, когда поступает много пациентов, гораздо удобнее для медицинского персонала проводить тестирование с капиллярной кровью. Я думаю, что это тоже поможет обезопасить наших медицинских работников от соприкосновения с биоматериалом. Тесты поступили в инфекционную больницу. Она является заказчиком этих тестов. И в настоящий момент процедуру тестирования будет проходить по медицинским показаниям лица, которые находятся в инфекционной больнице. Сейчас разрабатывается другая процедура проведения тестирования, в том числе на дому. Когда мы получим разъяснение, мы это организуем для одесситов по необходимости. Конечно, большую работу сегодня проводят сотрудники медицинские работники инфекционной больницы. Мы хотим их поблагодарить за их самоотверженный труд. И, конечно же, город будет всячески помогать нашим медицинским сотрудникам и работникам. Сейчас на сессии городского совета принято решение о дополнительном примировании наших медицинских работников. Есть, так сказать, постановление Кабинета министров о том, что медицинских работников нужно примировать 200%, но, к сожалению, пока нет разъяснений, как проводить эту процедуру. Но город пошел на опережение, и на сессии городского совета выделены средства для наших сотрудников городской инфекционной больницы. Я думаю, что при необходимости городской совет оказывает все содействие и Департаменту здравоохранения, и медицинским работникам по потребности, по защите наших медицинских работников и по диагностированию этой очень, так сказать, коварной патологии. Здесь еще что хотелось бы сказать, уважаемые одесситы, о том, что данные экспресс-тесты пришли с соответствующими сопровождающими, сопроводительными документами, сертификатами. Все это имеется у нас в наличии, потому что, к сожалению, те экспресс-тесты, которые нам обещали или которые могли поставить в город, они не имели соответствующих сертификатов, и мы не могли ими пользоваться или тестировать одесситов. Поскольку не имели уверенность, качественный или нет. Данные тесты имеют все документы, и мы говорим, что это качественный продукт, и в этом мы уверены. По крайней мере, согласно тех документов, которые есть сопроводительные, мы уверены, что это тот продукт, который мы сегодня можем использовать в наших больницах. Продолжение следует...